Русские новости Раскрутки, изготовление необходимой литературы, снятие штаб-квартир, помещений для конференций, съездов и так далее, изготовление символики Все это требует средств Вроде бы для того, чтобы эти средства были вложены в русское движение, есть все основания Потому что все другие идеологические концепции полностью себя дискредитировали Хотя многим кажется, что еще можно вернуться в прошлое, можно восстановить коммунизм в форме сталинизма Или можно вернуться в 90-е годы, когда якобы были какие-то свободы Ну действительно было гораздо больше свобод, чем сейчас для предпринимательской деятельности, для политической деятельности Но на самом деле этой свободы явно было недостаточно И это вовсе не та свобода Это свобода безответственности, свобода совершать преступления против собственного народа Свобода обманывать, грабить и так далее И сейчас этой свободы полно, только она касается более узкой группы лиц А вот та группа, которая отстранена от таких возможностей, она думает, что можно соблазнить какой-то свободой 90-х годов Все эти догматы либерализма, коммунизма, социализма полностью дискредитированы Поэтому остается только русское движение, только русское И вроде бы в него можно вкладывать средства для того, чтобы были какие-то перспективы у российской, русской государственности И вроде бы все тенденции свидетельствуют о том, что нынешний режим долго удержаться не может А если удержится долго, то погибнет само государство Соответственно, погибнут и все затеи, которые есть у кого угодно У крупных олигархов, или у мелких лоточников, или просто у людей, которые как-то пытаются построить свое будущее и будущее своих детей Этого будущего просто нет, если русские люди, русские националисты не придут к власти И если русский национализм не приобретет черты именно национальной идеологии, укорененной в нашей истории и продолжающей эту историю Но почему-то этого не происходит Вопрос почему? Во многом это связано, конечно, и с массовыми политическими репрессиями Которые ведутся совершенно беззастенчиво Под покровом такого демократического законодательства Которое все вроде бы гарантирует На самом деле не гарантирует ничего Потому что произвол со стороны чиновников, полицаев, со стороны власти Совершенно ничем не останавливается Нет независимого суда, независимого следствия Нет честных прокуроров, нет честных судей Все это продолжение той самой кремлевской оккупационной власти Поэтому политическая деятельность серьезно затруднена Но все-таки есть люди, которые ей занимаются И, казалось бы, те люди, которые не хотят или не могут этим заниматься, боятся этим заниматься Должны были бы поддерживать тех, кто идет, вот как бы находится на острее русского движения И подставляется под эти репрессии И очень часто получает их на свою голову Но, видите, мы с большим трудом собираем даже средства, которые идут в поддержку политзаключенных Елена Рохлина, которая возглавляет соответствующий фонд И пытается собирать эти средства Очень активно действует Везде публикует материалы, призывы и так далее Собирает крохотные средства Которые, может быть, могли бы всерьез помочь одному, двум, трем политзаключенным Но в целом этот слой уже достаточно многочисленный И достаточно громкие имена есть у этого слоя политзаключенных Конечно, поддержать не могут Мы не можем нанимать адвокатов Мы не можем размещать какие-то платные публикации Много чего мы не можем именно из-за отсутствия средств Казалось бы, есть для тех денег, которые колоссальными потоками Перетекают из кармана в карман Движутся в порядке товарооборота В порядке оплаты труда Каких-то реализаций каких-то бизнес-проектов Хотя бы какая-то небольшая доля могла бы застревать вот здесь Там, где русское движение, по крайней мере, борется за свое существование А значит, и за существование нашей страны Но пока этого не происходит Вот эти ничтожные средства В том числе и на поддержку русских новостей Очень невелики Они нужны, они нужны в том числе и для таких мелких затрат О которых и говорить-то не приходится Ну, несколько стыдно даже обсуждать размеры той помощи Которая приходит для русских новостей Или для поддержки русских политзаключенных Просто если я назову эти цифры Станет так неудобно, что Ну, можно сказать, что Такой поддержки практически и не существует Вот, поэтому Пока о ней не говорим Будет существенная поддержка Ну, наверное, персональные благодарности будут Есть на самом деле Вот те, кто свою лепту вносит В рамках своих возможностей Тех можно было бы уже поблагодарить Но лучше, чтобы это все-таки был какой-то список А не одна, две, три фамилии Или какие-то имена Которые приходят вместе с вот этими незначительными суммами В поддержку Когда-нибудь мы их обнародуем Если эти люди не будут против Вот, что-то случилось Что-то случилось у нас Вот эта бескормица, которая поразила всю страну Она все-таки не лишает людей Той лепты, которую они могли бы вносить В наше общее русское дело Если они не вносят свою собственную жизнь Не вносят свой вклад Каким-то действиям Вот, в нашей партии Великая Россия Или в Русском национальном фронте Таких людей достаточно много Которые просто своей жизнью Рискуют своей жизнью Или вкладывают свое время Свои профессиональные умения Для того, чтобы все-таки Структуры русского движения продолжали существовать Но есть и много тех Кто является наблюдателями Просто наблюдателями Их в тысячи, наверное В десятки тысяч раз больше Чем тех, кто делает хоть что-нибудь Хоть как-то поддерживает русское движение И огромное количество деструкторов Их не меньше тех Кто конструктивно наблюдает И как-то обозначает свое присутствие Своё сочувствие русскому движению А деструкторов огромное количество Которые идут со своими Тараканами в голове Что-то там комментировать Дискредитировать Опошлять Распространять клевету Есть даже такие вот Представленные Я думаю, наверное Каждому более или менее Заметному Деятелю русского движения Персонажи Которые вот специально Дискредитируют Конкретно это лицо Ну, когда уже там Задача выполнена Или просто не о чем говорить Переключаются на кого-то другого И вот идет Постоянный поток Этой клеветы В общем-то На это деньги находятся Эти люди Я не сомневаюсь Получают за свою гнусную деятельность Какое-то вспомоществование И есть вот этот Конвейер Производства комментариев Организованной администрации Президента Путинской администрации Они занимаются Разжиганием Ненависти и розни Между Великороссами и украинцами Между русскими и нерусскими Их повседневная деятельность В этом нет сомнений Но ведь Тех людей Которые Просто могли бы Действовать в поддержку Русского движения Значительно больше Но пока их мы не видим И существенной поддержки От них и не видим В том числе и В каких-то вот комментариях Выражения своей позиции Поддержки Этого должно быть много Но у нас даже Аудитория русских новостей Ну, тысячи, две В лучшем случае Три тысячи человек Смотрят тот видеоролик Который я выставляю Подписчиков очень немного И всерьез Занимаются распространением Информации И тех позиций Которые Я выражаю И полагаю Что это именно и есть Та линия русского движения Которую стоит Пропагандировать Не всякую Мишуру Суету Там какие-то Акции прямого действия Которые уже давно Закончились Но просто с повзрослением Того слоя лиц Которые этим занимались Или с размещением Их в местах Не столь отдаленных С превращением Их в политзаключенных И с деятелей Уличного движения То есть это все Рассеивается Есть Некая необходимость Чтобы люди Слышали Голос правды Слышали правильные Оценки происходящих Событий И укладывали У себя в голове Все те Мировоззренческие Аспекты Которые связаны С их повседневными Или довольно частыми Размышлениями Обсуждениями Того, что они видят Перед собой Или как-то оценивают Прошедшее Или грядущее Дело в том, что Технологических проблем У русского движения Не существует Не существует Какой-то загадки В политической организации И пропаганде Все Достаточно Ясно И понятно Этим занимаются Люди по всему свету И в течение Уже многих лет С тех пор Как существуют Какие-то политические Организации Которые более или менее Структурируются И борются За свое место Под солнцем Одни Просто для того Чтобы посоучаствовать Где-то во власти Или продвинуть Какого-то отдельного человека Не секрет, что сейчас Создаются партии Партии одного человека Чтобы вот этот человек Безбедно существовал Ну может быть При очень большом успехе Его Некое его окружение Но в целом Политические партии Все-таки Те, которые действительно Стоит поддерживать Они ставят задачу Приобретения власти И реализации Всех своих Идеологических Достижений Или своих Идеологических Позиций В жизни Ну таких осталось Правда очень мало Посмотрите Коммунистическая партия Она ведь совершенно Не ставит себе задачу Захвата власти Она ставит себе задачу Сохранения Вот той группировки Которая Очень тепло Прижилась При нынешней власти В той позиции Которая Уже имеется То есть там Несколько десятков Мандатов Государственной думе Статус Руководства Которое допускается До телевидения Сейчас вот Посмотрите 23 февраля Показали И очень часто Сейчас станут Показывать Как вот Наиболее Такие мощные Оппозиционные Якобы силы Коммунисты И Жириновские Но это не оппозиция И это не партии Потому что они Не имеют Стремления Реализовать Свои идеологические Достижения Свои идеологические Разработки В жизни У жириновцев Так и вовсе Никаких разработок Нет Это просто Чистая комедия Вот они Разыгрывают Эту комедию Для того чтобы В полном смысле Слово Идиоты Шли и голосовали За них Для того чтобы Нынешняя власть Осталась Неприкосновенной И незыблемой Эту задачу Решает Жириновский Вот для Особо тупых Особо глупых Особо циничных Людей Это вот Электорат Партии Жириновского Никакой идеологии Нет Никакого стремления К власти Нет И нечего реализовывать На практике Повседневной жизни И есть Коммунисты У которых Якобы есть Идеология Правда Ее никто не пропагандирует И уже говорит Там о мировой революции Там О роли пролетариата Там Об интернационализме Редко кто рискует Где-то там у них есть Публикации Есть отдельные Полусумасшедшие Какие-то идеологи Их вперед и не выпускают Потому что Если они начнут говорить То что является основой Коммунистической идеологии Выражать это все В словах То Люди вокруг будут смотреть И говорят Это что Это вообще Это что Это кто Это сумасшедшие Какие-то Действительно психи Разве можно за них голосовать Поэтому раскручивают Только бренды Вот Советские бренды Там Портреты Ленина Сталина Красные флаги Серп молод Как хорошо жилось При СССР Как замечательно Мы будем жить Если построим Когда-нибудь социализм Но никакой задачи Взятия власти Зюганов не ставит Тем более Что он от власти Отказался Не рискнул своей жизнью В 1996 году Когда он Выиграл выборы президента Он предпочел Тихую жизнь На Все оставшиеся Физическое существование И своего окружения Которое также Морочит людям головы Не имея Никакой идеологической доктрины И лишь разыгрывая Вот эти бренды Для охмурения Публики И это тоже Очень удобно Чтобы власть По-прежнему Оставалась Незыблемой Очень печально Когда среди Патриотов Вдруг оказываются Люди Которые говорят Я все знаю Как прийти к власти Все я знаю Вся технология Мне известна Я даже в подробностях Могу вам ее рассказать Я как раз Я лично побывал Недавно В таком узком кругу В такой квартирке Знаете как У Булгакова Там нехорошая квартира Там где Воланд Там смущал Тех кто В эту квартиру Пытался проникнуть И что-то там устроить Вот я На такой квартире Воланда побывал Которая одновременно Квартира Музей Библиотека И штаб И там пара комнат Занята Людьми Такие Инфантильные ребятишки Там сидят И стучат По клавишам Компьютер Вот это Штаб-квартира Некой партии Одновременно Жилье Для ее лидера И вот там За столиком Мы сидели И выпивали Легкие напитки И Там Закусывали Шел разговор О том Что Вот этот лидер Все знает Он все знает Как сделать Как прийти к власти Как партию Зарегистрировать Поднятию Но Нет никакой начинки У всей этой технологии Нет никакой начинки Нет никакой идеологии Кроме абстрактных слов О народовластии И я понял Что у нас произошло На конференции Которую мы проводили Русской национальной конференции Когда был поднят скандал Какой-то Совершенно неуместный И Дикое выступление Там Одного уважаемого профессора Потом выступление Еще одного уважаемого человека Который призвал На другую конференцию Эти люди Якобы Вот Толкутся вокруг Этой идеи народовластия И вдруг Открыли для себя Что они Могут эту идею Народовластия Подать Как нечто Такое Совершенно новое Очередная партия Нового типа А на самом деле Кроме технологий Там больше ничего нет Да и технология Тоже липовая Люди Обманывают Сами себя Считая Что у них На посылках 20 тысяч курьеров 200 тысяч Членов партии Да еще Движения Есть все это Почему вы Еще не у власти Вот Странно То есть Самообман Это как раз И есть То чем Упиваются люди Располагающие Какими-то средствами Они создаются Какой-то штаб Ведут какую-то Пропагандистскую деятельность Выпускают Какую-то литературу Сайты Там ролики Все Все это делается Но нет никакой Начинки Поэтому не то Что там Пути к власти нет Вообще нет Никакого смысла В этой деятельности И нас приглашают Вот людей Которые Как-то Пуд соль Уже съели В политике К тому Чтобы мы Присоединились Ко всему этому Мы задали Вопросы Которые были Совершенно Разумны В том числе И по технологии По технологиям Никакой новизны Ничего абсолютно нет И если Ты так хорошо Владеешь технологиями Почему ты Не депутат Государственной Думы Или почему ты Не президент Российской Федерации Путь туда Начинается Конечно Не с создания Каких-то структур Не имитация Этих структур А с того Чтобы понять А зачем Вообще Все это И когда Мы сначала Разговаривали На равных Обсуждали Ситуацию Обсуждали Перспективы Формирования Какой-то Общей структуры Взаимодействия Все было нормально Каждый делился Своим опытом Но потом Как это бывает Среди людей Которые Менят себя Вождями Прорывается Какая-то Шизофрения И человек Вдруг Предлагает Себя В лидеры Некой Структуры Такой Пусть даже Надпартийной А всех остальных Предлагает Считать своими Первыми Заместителями И еще Все эти люди Должны Как бубики Бегать вокруг И с высунутым языком Что-то там такое Творить Чтобы хозяин Был доволен Это выглядело Крайне нелепо И в общем Я подумал Что в этом деле Участвовать Совершенно Бессмысленно И такое Сотрудничество Ни к чему Не приведет Даже если Эта партия Когда-нибудь Выйдет На политическую Аван-сцену Но в ней Нет никакого Русского Содержания Тогда какой Смысл Иметь дело С такой Партией Пусть занимаются Своим народовластьем К русскому Это не имеет Никакого отношения К русскому Движению И слава богу Что они не пришли В русский Национальный фронт Я выражаю Благодарность С вами вместе Сейчас Что-нибудь Затеям Господа Сами Без нас А мы без вас Мы идем Русским путем Вы идете путем Вот этого Мнимого народовластия И в создании Путем создания Фиктивных структур Для ублажения Какой-то Психопатологии Своего лидера Все Мы в этом Конечно Участвовать не будем Создавать партии За все хорошее Это не наш профиль Меня лично Интересует Только русское движение Только русские Организации Русские партии С которыми я готов Вести переговоры Наступать на горло Собственной песни Исключать обсуждение Каких-то очень сложных тем Которые Пока не находят Общего понимания Вот так В русском национальном фронте Мы и действуем У нас нет никакого лидера И слава богу Что нет лидера У нас лидер В каждый момент времени Может меняться Кто у нас сегодня Проводит совещание Ну тот, кто готовил Ключевой вопрос Давайте Вот он и будет Или тот, кто умеет Кто ведет митинг Кто умеет вести митинги Кто на этом Ну как-то показал себя Как что он способен Давай вот Ты кто конференцию Будет вести Ну вот Кто ближе к организации Кто берет на себя Вот Это разные люди И нет Нет никакого Единоличного лидерства И не будет В русском национальном фронте Лидерство В русском движении Должно определиться В тот момент Когда это будет необходимо И не путем голосования А путем Фактического Образования лидера То есть лидер Будет ясен всем Как это произойдет Да нам думать Об этом не надо Будет Будет день Будет пища Тогда Лидер объявится сам И тот, кто окажется Вот в некой Ключевой Статусной позиции Он объединит всех И все должны будут Пойти за ним Для того, чтобы Русское движение Использовало свой шанс И шанс для России Утвердить русское Национальное государство Русскую национальную власть А до этого Делиться там Предлагать себя в лидеры Дело совершенно бессмысленное Да Надо создавать Такие Структуры Которые Как бы Претендуют на модельность Мы в своей партии Великая Россия Я этим как раз Поделился Со своими соратниками Или со своими союзниками Как раз и ставили Такую задачу Создать модельную Русскую партию Началось все с вопроса А где изложены Мировоззренческие позиции К чему К какому документу Можно отослать Написать там 20 пунктов Политической программы Нет проблем Это Каждый может написать И далеко не все Читают эти Программы А вот если Человеку с интеллектом Надо прочесть Где Изложено Мировоззрение Партии Мы целый год Работали Втроем Три автора Работали над тем Чтобы создать Национальный манифест Это действительно Очень серьезный документ Это не какой-то там Талмуд с цитированиями Там со сносками Это не наукообразный текст Это мировоззренческий текст Это небольшая брошюра Она опубликована В 2009 году И меняться уже не будет Потому что Уровень этой брошюры Удалось В результате Очень сложных В том числе И технических вопросов Решения Мировоззренческих Технических вопросов Изложения деталей Каких-то Удалось создать Общий текст Который Имеет значение Не только для России А для Любой Национальной партии Для тех Кто добивается Национального суверенитета В любом Традиционном государстве Я не говорю О каких-то новых Образованиях А там Где нация Или существовала Или может потенциально Существовать Или существует Для суверенитета нации Вот необходим Мировоззренческий базис Такой базис создан Такая брошюра написана Национальный манифест Она переведена На английский И немецкий языки Рассылалась И получала Достаточно высокую оценку У людей Которые как раз Ищут Какой-то Мировоззренческий базис И русские люди Тоже находят Тем кому это нужно Кому нужно Увидеть этот базис С этого начинается Любая партия То есть группа интеллектуалов Которая создает Некий Идеологический продукт Вот мы Вместе группа друзей Создали этот продукт Потому что вместе Работали давно Уже много о чем Переспорили Много чего написали Взгляды Каждого из нас Были известны И мы эти взгляды Сформировали В компактный Очень компактный текст Пусть это 60 страниц Больше 60 страниц Но тем не менее Этот текст Достаточно компактный Это не Крупное сочинение А как раз Между книгой И статьей Такая вот брошюра Следующий этап Это Формирование Круга соратников Пропагандирование Вот этого документа Создание каких-то Агитационных материалов Все это Всем этим мы занимались Несколько лет Используя старые структуры Партии Родина Конгресса русских общин Каких-то еще Организаций Примыкавшим Вот была создана Сеть каких-то контактов Затем партия приобретает Должна выйти как-то На авансцену Ей нужен жесткий устав Все хотят Чтобы устав был такой Чтобы дисциплина Чтобы ответственность Все Такой устав был создан И тоже на это Потратили немало И программу партии Тоже отработали В деталях Сделали ее такой Чтобы от нее Искрило Все это сделали Все это опубликовали И вышли на улицу Вышли на улицу Как раз была волна Вот этих Либералистических митингов Мы на них Внутренние митинги Стали проводить Стали проводить Шествия на шествии Обратные Шествия обратным ходом И так далее То есть мы Обратили на себя внимание Это следующий этап Мы использовали для того Чтобы внимание не рассеялось Чтобы нас не увидели Чьи это флаги А кто это идет Мы постарались еще Привлечь к себе внимание Некой стилистической особенностью Вот вышли там Многие в черных рубашках Несколько десятков человек В черных рубашках Да еще вот эти знамена Да еще знаменосец В фуражке там С какими-то С какой-то символикой И это Некоторых испугало Некоторых удивило Некоторых оттолкнуло Но главное Что привлекло внимание То есть мы Эту технологию использовали Мы бы и дальше Ее использовали Если бы Вот те люди Которые готовы были Одеть на себя форму Или хотя бы Стилистически Одинаково одеться Свои обязательства Подтвердили бы В последующий период Но к сожалению Вот этот испуг Перед такой Резкой Нервной реакцией Многих людей Которые в общем-то Тем самым продемонстрировали Свою неспособность На сближение А нам нужны те Которые как раз готовы Сблизиться Мы показали им Что существует Некое ядро И люди должны были Заинтересоваться Посмотреть А что внутри этого ядра Хорошо Вот оболочка Может быть Кого-то оттолкнула Слава Богу Я честно сказать Кого оттолкнула Тому и по делам Я не хочу Обсуждать Вот форма Какую вы форму А деле Ужас Черная форма Это же гестапо Это все Ну вот этот Весь бред Он как раз и характеризует Тех кто бредит Вот они оттолкнулись И слава Богу Ну кто-то должен был Притянуться Войти в это ядро Сказать да я с вами Я готов эту же дисциплину Соблюдать Которая записана В уставе И даже форму Одеть Там черную рубашку Одеть для того Чтобы показать Что у нас есть Единый стиль Есть символика Не только Которая на флаге Потому что флаг В руках держать Может кто угодно Но еще есть Вот эта внешняя символика Внешняя стилистика И есть еще Определенная риторика Определенные идеи Которые постоянно Высказываются И все они крутятся Вокруг лозунга Россия русскую власть Россия должна стать Русским национальным государством Вот этот конгломерат Как модельная Русская партия В ней есть Мировоззрение Есть идеология В виде программы И множество еще Разработок Разработка по национальной политике По возрождению казачества Социально-экономическим проблемам Компактные программные разработки Все это есть Практически все есть Можно только детализировать И умножать То, что уже есть Есть организационная схема Она отработана В уставе Все в деталях А людей не хватает Вот Да, мы еще Использовали Все возможности Для того, чтобы Региональные инфраструктуры Создать Но они пока Очень малочисленные Они только в нескольких местах Более или менее Как-то вот Живы То есть Ну, конечно Вот Москва Как центр Санкт-Петербург И еще Несколько Несколько городов По России Еще как-то Показывают жизнь Поначалу-то Было все нормально Как раз Вот эта волна Одиннадцатый-двенадцатый год И Несколько десятков Региональных отделений Стали очень активно работать Стали выходить в пикеты Там требовать Чтобы мы прислали символику Лесами стали изготавливать Но потом Как-то все стало сдуваться Потому что Ну, как-то все Нет победы Вот уже Год прошел Два года прошло А где же Мы же уже хотели Все, через два года Уже чуть не в Кремле Сидеть Такого не бывает В политике важны Те люди Которые бегут Марафонский забег Не спринтеры А стайеры Стайеры Спринтер куда-то побежал Что-то сделал А потом его Ищи свище На него рассчитывали Его нет Надо поставить На кон Можно сказать Если уподобить Политику игре Всю свою жизнь Вот вся жизнь Это и есть Тот самый забег Для того, чтобы Хоть что-то Хоть что-то Воплотить из того О чем мы думаем На что мы надеемся Поэтому вот Стайеров достаточно мало Спринтеры пробежали И разбежались А вот Нового притока Недостаточно Общий упадок Общая Какая-то вялость Общее ослабление Русского движения Приводит Приводит Наша модельная партия Содерживают Декларацию Принципы совместной Деятельности И тоже куда-то Шныр И разбежались Вот это Странное поведение Подбежать Скорее Скорее Поучаствовать А вдруг что-то Произойдет А меня Меня тут рядом Не было То есть Это модель Сотрудничества Тоже создана Все-таки Русский национальный фронт Последние Уже больше года Работает Проводит Совещания Конференции Круглые столы Митинги Шествия Все Мы в рамках Русского национального фронта Наша партия действует То есть Все Эта модель Тоже существует Но тоже нет притока Нет русских организаций Кому обратиться И сказать Русские люди Давайте Приходите Вот есть Русский национальный фронт Если что Обсудим Согласуем Какие-то темы Сложные Ну попытаемся Их дружеские Обсудить И Разрешить Все мировоззренческие проблемы Которые Нас разделяют Найдем ядро В котором мы объединяемся И будем действовать вместе Митинг Который сейчас готовится Народным ополчением России В поддержку Полковника Квачкова И других политзаключенных Мы в этом участвуем Ну вы Остальные организации Тоже поучаствуете Для того Чтобы это Было Какое-то Совместное мероприятие Приходите Мы обсудим Там Оргкомитет Создадим Кому-то дадим Выступить Нет этих организаций То есть русские организации Новые Не создаются Их не видно Старые разрушаются Новых нет Тогда из чего состоит Русское движение Из таких Свободных радикалов Которые Высказываются Везде в сети Но нигде И в реальной жизни Их нет И они ничем не занимаются Естественно Это не продвижение К реализации Идеи России Русскую власть Это просто Самореализация Человека Который что-то там Болтает О русском В рамках своего Убогого понимания Коль скоро он не сотрудничает С другими И на практике Никак в политике Русскую идею Не продвигает Тогда нет Русское движение Как раз То что мы видим Все что осталось Все что есть В русском движении Русский национальный фронт И входящие в него Организации Есть еще какие-то Есть еще какие-то Структуры Русского движения Есть те кто Несколько на обочине Но тем не менее Круг сотрудничества Русский национальный фронт Те организации Которые участвуют В мероприятиях Русского национального фронта Вот это все Больше ничего нет Новых организаций Или как-то обособившихся Отдельные какие-то Кусты создавших Их просто не существует Они никакой Деятельности не ведут Успешный для нас момент Это то что мы смогли Раздавить Вытеснить С политического поля Всех имитаторов Которые называли себя Русские Там русские Что они Именно они есть Русское движение Русские националисты Хотя они не являлись Ни националистами Ни по большей части Даже русскими Потому что Русские интересы Им были до фени Они там ездили К Кадырову Они сотрудничали С навальтнистами Белоленточниками В этой структуре Просили Чтобы им кусочек Выделили Нам националистам Нужна наша Курия Наша группочка Мы сейчас захватим Власть Можно нам 10-20 Максимум Сколько вы нам Дадите Выделите кусочек А мы будем В думе сидеть Голосовать И ждать Какого-то Другого момента Они готовы Были на это Предательство Многие из них Не все Но Большая часть Активно Поддержали Войну против Донбасса Войну Порошенковской Банды против Донбасса Многие даже туда поехали Это не националисты И это люди Которые никакого Русского движения Не создавали Но вот мы их вытеснили Все они растворились И я надеюсь Что их больше Никогда не будет Хотя наверное Попытаются еще раз Выползти Вот те же самые Личности Те же самые персоны Которые дискредитированы Всеми своими поступками Чего бы они ни делали Все как-то Выглядело Крайне отратительно Ну то есть Мы как-то Вот за несколько лет Все-таки Создали русское ядро Но оно пока В зачаточном состоянии И нужно Предпринимать Какие-то действия Которые Ну прорвут Блокаду Прорвут Вот это Преодолеют Патовое состояние В котором мы находимся И без Вашего участия Дорогие мои Зрители Русских новостей Ничего не будет Вы должны Как-то вложиться Вы должны Найти путь Не мы должны Бегать и искать Где там Вот где нам найти Еще там сотню Другую Где нам подключить Русских людей Общая деятельность Нет Каждый Это каждый Должен решать Мы расшибемся Даже если Будем 24 часа в сутки Работать Мы не сможем Это сделать Тут должна быть Личная инициатива Каждый То что он может Сделать То и должен делать Иначе русского движения Не будет Оно не состоится Очень важная Для нас Сложная проблема Это соединение Русского движения С русским интеллектом С тем Что хотя бы Осталось От русского интеллекта У нас огромный Пласт Профессорско-преподавательских Кадров Их много Везде В разных Оторослях Но мы их Не видим В русском движении Мы видим Разных интеллектуалов Которые Претендуют На то Чтобы быть Властителями умов Но В их мировоззрении Очень мало Русского Или нет Русского вообще Или есть Антирусские взгляды Где эта русская профессура Ну хоть 10 человек Если бы мы собрали бы 10 профессоров Которые Стояли бы На почве Русского мировоззрения И действовали бы Заодно Ну составили Клуб что ли Докторский клуб Я думаю Что это был бы Конечно Мощнейший прорыв Ну мы пытаемся Найти в русском движении Ну хотя бы еще Одного Двух Трех Ну как-то вот Соединиться Именно в этом плане Чтобы возникло Интеллектуальное ядро Авторитетный центр Из-за вот этого ядра Может сформироваться Авторитетный центр Люди посвятившие себя Науке Преподаванию Изучению каких-то Отдельных аспектов Науки Там Не знаю Не важно даже Это естественные науки Или гуманитарные науки Но люди с интеллектом И русским мировоззрением Если бы такое ядро Сформировалось Это было бы здорово И я со своей стороны Обращаюсь К нашим зрителям Где Подскажите Или тем Кто бродит И не знает К чему прилепиться Подскажите им Людям с интеллектом Обладателям Вот этих научных званий Не липовых А реальных Кто реально занимается Наукой Интеллектуальным творчеством Что есть русское движение Надо прийти сюда И составить Вот этот авторитетный центр Который будет выпускать Там какие-то меморандумы Или будет что-то объяснять Людям Или будет проводить конференции И русское мировоззрение Приобретет вот эту Интеллектуальную основу Без которой Оно конечно Не может существовать Иначе Это будет только Вот эта Уличная активность Которая не ведет к власти К власти ведет все-таки Комплекс идей Который должен распространяться Становиться модным И потом Общепризнанным Многое из того Что мы говорили Скажем Десять лет назад Сейчас является Общепризнанным Так нам надо Вот еще на десятилетие Вперед Забросить Мощнейший Интеллектуальный десант Он должен быть создан Сейчас Времени уже Никакого нет И поэтому Разные личные Там какие-то Амбиции Претензии на то Что вот я буду Первейшим интеллектуалом В русском движении Это все Абсолютно пустое Тут нужно Сотрудничество Нужен такой Дружеский Творческий коллектив Он должен сформироваться Пока Пока его нет И мы ждем В своих рядах Тех людей Которые считают Себя носителями И русского мировоззрения И считают Не без основания Я думаю Что это люди Как раз Из вот этого Слоя Профессорско-преподавательских Кадров Мы их ждем И просьба Сообщить им об этом Дело в том Что Российская Федерация Дышит наладан Она исчезает Она просто разрушится На наших глазах А должен быть Проект Концепция будущего Русской России Он может реализоваться Именно как раз В тот момент Когда идет Крушение Этой власти Уже не способной Удержать Россию В своих руках И слава богу Что вот Эти грязные руки Наконец ослабевают И власть из них Выпадает Это тот самый Исторический момент Когда Россия Снова может встать На тот исторический путь Который Вновь приведет Ее к славе К величию И к достоинству И благосостоянию людей Никаких других Путей у России Кроме Кроме как Через русскую власть И русское государство Просто не существует Все остальное Это доживание Умирание Угасание И мы это видим Под этой властью Происходит только Угасание Никаких Позитивных результатов У деятельности Ельцина Или деятельности Путина Не существует Все что выдается За успех На самом деле Имеет под собой Только историческое Поражение Русского народа Ну а сама Государственность То что выдается За государство Это только ширма За этой ширмой Идет обогащение Узкой кучки олигархов Есть вывеска Российской Федерации Конституции На которую там Клянутся Сейчас хотят Еще заставить Всех чиновников Приносить клятву Проку От этого нет Это все равно Остается Таким Идиотским Спектаклем Не государственностью Людей с государственным Подходом К службе Практически Не осталось Каждый Рассматривает Свою службу Как Вот такой Некий Частный бизнес В рамках Неких установленных Правил Которые ограничены Вовсе не законами А только Должностью Чем выше должность Тем меньше Зависимость от закона Поэтому борьба с коррупцией Не имеет перспектив В этой ситуации Клянись хоть мамой Все равно Ты будешь коррупционером И в этом нет сомнений Все эти Ужимки Все эти попытки Прослыть Достойным человеком Даже патриотом Идеология Нашей идеологии Патриотизм Не стоит ничего Потому что Нет того отечества Которое можно защищать Для этих людей Для нас есть Россия А для них есть ширма Такая под названием Российская федерация За которой Они могут свои грязные Шашни Организовывать Творить свои грязные дела Мы остаемся Заложниками Олигархии Которая Разыгрывает Весь этот спектакль Лишь бы Продолжать Свою деятельность Продолжать Обогащение За наш счет Это только Обломки государственности Из этих обломков Сложили некую инсталляцию Которую выдают За государственную власть Таковой нет Есть власть олигархии Оккупационная власть Как угодно ее не назови Но государственной власти В Российской Федерации нет Поэтому и Путин Не президент И Конституция не принята И Конституционных законов нет И одни законы противоречат другим Они не основаны на Конституции Все превращено в полный хаос И никакой правды, справедливости, свободы Исторического наследия Здесь быть не может До тех пор Пока правят олигархи Будет правит нация Будет все совсем по-другому Будут удовлетворены и те Кто имеет сейчас либеральные иллюзии Потому что свободы для русского человека Будут обеспечены Мировоззренчески русского человека Не говорится о том Что там будут из вены брать кровь И там на ДНК анализировать Ведешь себя по-русски Ты русский Защищаешь русское отечество Конечно ты русский И более того Кто кровь проливает за отечество Вот за такое отечество Которое стоит защищать Тот вообще принадлежит к национальной элите К новому дворянству А эти люди за наш счет Решают свои проблемы Они хотят более высокого статуса В клубе олигархов Поэтому используют Остатки государственности Для того, чтобы морочить нам головы Обогащаться Противостоять нашей же помощью Тем своим конкурентам В олигархических структурах Которых они хотели бы потеснить И сами быть Нет, не представителями России Не защитниками российских интересов А получить индивидуальное Или вот для своего клана Более высокий статус А те вот как-то сопротивляются Говорят Тогда мы тут вас санкциями зажмем Тут международная изоляция И так далее А эти вот Которые так в кавычках Наши олигархи Они конечно никакие не наши Они наши враги Такие же как и зарубежные олигархи Они говорят Ну тогда мы мощность армии будем увеличивать Путину говорят Ну хватит уже Уже насосались уже твои клопы Пусть тут еще у нас свежие есть Давай отваливаем Говорят Нет, нам еще мало Мы более крупные клопы Чем вы ожидали Поэтому мы будем дальше сохранять свою власть А на внешнем контуре Мы вот выстроим такую брутальную позицию Что даже покажем Как мы эффективно бомбим сирийскую пустыню И эти люди влекут нас к катастрофе Катастрофа уже разразилась Немногие ее замечают Немногие готовы признать Что катастрофа налицо Но катастрофа есть Она видна везде Во всех слоях Вот где бы мы ни взяли Если в целом смотреть таким размытым взглядом Ну вроде как все еще более или менее Там трамваи ходят Посуду принимают Жизнь идет Если же смотреть более пристальным взглядом На отдельные отрасли Скажем Деятельности правительства Или на отдельные аспекты нашей жизни Катастрофа полная Куда бы мы ни обратили взор Скажем На систему образования Полностью разрушена Или там на систему ЖКХ Полная коррупция Воровство Завышение там Этих тарифов Просто тотальное Куда бы мы ни посмотрели Международная деятельность Полный провал Ну армия У нас армия Вроде там Что-то там получает Новую технику Ух какие мы сильные Но там нет смысла службы Какое отечество Будут защищать Солдаты и офицеры Которые служат В этой армии Да им нечего защищать А вот вся эта груда металла Которая якобы И является основой Нашей обороноспособности Ну она окажется просто Действительно Грудой металла Не стоящей ничего Потому что в ней нет Главной начинки При серьезной войне Когда потребуется Мобилизация И когда потребуется Рисковать жизнью А не летать там На сирийской пустыне И сбрасывать бомбы Куда скажут Совершенно другая ситуация Когда вся нация Должна быть мобилизована На отпор врагу Окажется что некому воевать Так же как получилось В сталинской армии Когда все эти Воспитанные рабфаками Герои Просто сложили свои головы Рядом с границей Потому что не знали Как воевать Сдавались там пачками Наступающему врагу И только те Кто вот Потом как-то Образовался Организовался Построил вот эту По-настоящему русскую армию И ударил на врага Вот те и победили А не те Кого формировал тогда Десять лет Сталин там Нас сомнут Давайте Он сделал вот эту Военную машину Начинки не оказалось У нее не было начинки И точно так же Да огромные средства Идут сейчас на Поддержание Технического Устройства армии И даже на Патриотическое воспитание Сейчас какие-то Комсомолки возникли Там на телевидении Из каждого региона Да мы занимаемся Патриотическим воспитанием Да у вас не доли Нет патриотизма Потому что у вас Отечества Нет вам Защищать нечего Мы русские По-настоящему Русские люди Будем защищать Россию В любом случае А вы ничего Не будете защищать У вас только Мнение начальства Надо развивать Вот это Патриотическое воспитание Ну и придумывают Там Одевают Нацепил там Себе ленточку Георгиевскую Вот уже патриот Да не патриот Просто проходимец Вот имитатор Имитатор Который пользуется Какой-то символикой Которую носить Не имеет права Не имеет права Ни морального Ни какого-либо еще Поэтому Катастрофа везде Катастрофа везде Из этой катастрофы Выход только один Русское национальное государство И только оно Сможет действительно Возродить русскую жизнь Во всех ее аспектах И вот в те точки Куда мы бросаем Особенно пристальный взгляд Мы там и начнем Расшивать все Вот эти проблемы Созданные вполне Осознанно созданные Олигархией Во главе с Владимиром Путиным Мы Полная альтернатива Тому что происходит Ныне в стране Во всех аспектах Которых Только не коснись Ничего того Что можно было признать Позитивным Нет Поверьте Нет Как и в революции большевиков Ничего позитивного Не было И здесь тоже Нет абсолютно Ничего позитивного В деятельности Вот этой Путинской олигархии Ничего Даже то что мы там А вот он Крым присоединил Ах вот оно что Если посмотрим внимательнее Увидим что там тоже Полная катастрофа Полная Выход из катастрофы Только один Россия русскую власть Власть русским людям Россия должна стать Русским государством Страной Где живет И развивается Русский народ Охваченный Русским духом Русской национальной идеей Вот к этому Я призываю В этом все должны участвовать Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...